так заправились подъезжаем к запорожью укрнафта на 325 гривен это же второй раз мы заправились ладно двигаемся дальше полпути проехали сюда нас запорожье встречает хорошо блин даже не знаю как сказать какой богат дожди это хорошо так посмотри как ночь как будто хотя сейчас четыре часа вечер движемся в сторону моря к водичке но водичка уже тут нифига не видно да так вырвались из темного плена хотя все равно что-то не светло едем не знаем еще куда где будем жить не мы еще выехали как скажи сейчас мы ехали мы порешали все дела которые обстоятельства три часа назад мы выехали да с харькова сейчас 16.44 мы по запорожье едем по запорожье но мы ехали не через днепр не через весь город запорожье по окружной как всегда ну да как всегда дорога как всегда в днепропетровской области была на данный момент самое ужасное так что нам еще предстоит сейчас 5 часов где-то до пелитополя еще 100 километров если не будет дождя то мы доедем нормально в общем едем вот здесь где-то кстати поворот так тоже мы показать вы нас пропускать нет мы пропускаем ухты и красоты чуть не заблудился а это куда поворот никуда мариуполь написано марию это на морю на мариуполь а тут где-то должен был быть а теперь я как-то не посмотрел это я знаю но вообще где-то тут поворот на бердянск самому запорожье что такое кондиционер это здесь поворот должен быть на бердянск ну я не так видела мы с тобой так ехали и был поворот может на Мариуполь типа поворот да нет там на Мариуполь, а причем здесь в Бердянск ну может там где-то трасса просходит ну мы в Бердянск едем, просто нам подсказали чтобы была еще другая дорога с самого запорожья на Бердянск мы еще так спрашивали тогда у местных но мы едем не в Бердянск да а может в Бердянск повернем да 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 едем дальше пока надо перерыв сделать Бердянск дать отдохнуть от нас мы придем лучше потом ладно да открывали Бердянск и закроем Бердянск и дождь закончился и то хорошо надеюсь там солнышко будет хотя блин есть солнце нет нет я смотрела прогноз погоды мы едем в дожди две недели дожди и везде везде я имею ввиду Азовское море и везде Черное море я тебя хорошо слышу я тебя хорошо слышу сто восемь километров Мелитополь вот за час должны ложиться но такая жара в Харькове просто нереально и Валера и я решили поедем купаться мы с ней свежели да мы и не собирались в Харькове ну так мы не собирались ну как бы собирались не собирались ну сидеть не собирались мы ну так даже если бы мы заехали на денек по делам ну может было бы переждать например если бы там дождь лучше ждать все равно даже под дождем на море лучше я наоборот хочу покупаться ну да плавать картинка такая пасмурная нам пофиг картинка такая пасмурная при пасмурной а мы с тобой пасмурные или не пасмурные машин много едет назад назад вперед но они же возвращаются возвращаются с моря все ездили на воду и все запорожье лучше всех захотели на выходные поехали а какие номера идти про петровск захотели поехали запорожье днепр захотели арбатская стрелка вообще красота где харьковчане днепр 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 запорожье харьковчане ездит на черт ехали видит Полтава посмотрим еще запорожье а а а а а или в кустики хочешь а а вот было только что а один все расскажи по поводу или ты потом про дороги расскажешь мы все время мы все время едем оттуда до запорожья отсюда опять запорожье начали не я надеюсь все таки но правда сейчас пять часов это мы в мелитополе будем часов шесть ну раз раков по дороге продают то наверное черешня тоже еще там мы успеем да я думаю на трассе может быть там вечерний базар я хотел сказать что после запорожской области выезжаешь когда выезжаешь в днепропетровскую такая дорога что даже снимать блин мы боимся так страшно пока мы были в харькове я сходила на рынок 23 августа на баловом поле хотела купить черешню черешня стоила 150 гривен килограмм и 100 но вчера правда кто-то подъехала машина прям под как говорится пятидажным домом продавала по 75 практически не лая вся поэтому я надеюсь что на меритополь все таки осталось ну да так как лето затянуло еще пока мы были в Харькове я говорю прикинь ну я как один раз ну точнее мы приехали пока туда я по дороге купила помидоры помнишь? да и в связи с тем что ты их не ехал по причине почему причина? приболел как тут назад ехали приболел так блин что три дня получил тепловой удар блин и вообще ну или отравился чем же колбаской местной это не коронавирус никакой температура 38,5 больше капец он ел помидоры поэтому мне хватило а так вообще на базар времени не было ездить а в магазинах помидоры ну просто трава травой 50 63 вообще никакие так что? что? так что? мы будем как-то обгонять их давай всех все а тут весь вид закрывает всю картинку нам портят так так судя по тому что все оттуда летят с включенными фарами там наверно тоже дождь? а ну да хотя он уходит уходит видишь полосной да он там левее если в сторону моря он да там дождь а правее посмотри там тоже темно посрединке там какое-то ну ладно не выключайтесь следите за нашим приключением успеем ли мы сегодня добраться до места где мы будем бомживать поселимся не поселимся да? ну да ну мы честно скажем там машин много мы же сказать не будем жилье правильно? или будем? ну как это не будем? ну ты же там вроде как-то что-то наметилась ну я так что три объявления сфотографировала у нас же как всегда да чем дешевле мы поселимся тем больше мы будем на море поэтому ну именно да поэтому нам надо и дешево и чтоб еще было хорошо не просто дешево ну нам сейчас на руку этот сезон да? ну да места много уже конец июня а цены остались еще майские так что так что накупаться мы сможем да я имею ввиду что мы не приедем когда-то помнишь попадали в такие ситуации когда приезжаешь заходишь к бабушке посмотреть какое-то жилье говорит хорошо если что и подумай возвращайся оно уже занято ты начинаешь везде тыкаться мигаться да 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 было то да не на три дня не возьмем на пять не возьмем то что assert H&M такая машина и едут с моря видите сколько вопрос если вы ведете одни машины поезды не ходят все на автомобилях а мы на море а они с моря а мы опять на море помнишь когда мы едем оттуда говорят везучие люди едут купаться смотри сколько их едет я же тебе говорила в воскресенье вечером они будут ехать смотри сплошная пробка да. почти почти пробка один за одним ну вечерком они едут вечерком все домой и минут пять вечера и что сидели до самого рассчитывают как раз запорожске не харьков я не тот поворот на бердянск опять я не видел дальше по стилю не проехал не так васильевки это еще какой-то до раньше поворот сразу за были в кусты уходил да 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 ну вот короче очередь какая по воскресенью но летом сезон это каждый день такой один за одним и медленно едут не хотят домой а кто домой а как объехать быстро если они друг за другом ладно пусть попасть посмотрим еще пусть выключай не выключай пока что не выключаешь мы сейчас выйдем за угол ой зато здесь уже дождя нет ну может покупаемся сегодня да да может быть если будет все ладно не переключайтесь а что здесь такое пробка авария или что-то людей с автобусом приехали или просто донецкими номерами автобус а что тут проехали потому что узнавать вот так вот ну можно шить ехали ехали и наконец приехали у нас сегодня с приключениями лучше значит сезон начался хорошо я пойду пройду давай в полях донецкий номера днепропетровский харьков перед нами там капец капец да все теперь ни назад ни вперед что случилось интересно а я не знаю что случилось это мы здесь вообще офигенно я не знаю насколько мы здесь застряли понятно тем интереснее будет видео ночевать тут будем так побежали все побежали побежали еле успели и все надолго далеко выборку продвинемся Аня хотела пойти пройтись снять снять ролик говорит коротенький пробка на море видишь окажется много машин на море есть и харьковчане и и кто еще а кто-то шех остановил днепропетровчане всех опять и все стоят ну иди отправи с этого ряда стоят машины с нашего а с того что-то едут а с того едут значит ты вовремя как только видишь где-то кто-то зазевался перестраивайся в тот ряд понял хорошо вот в тот ряд а они уже да сворачивать так что ты вон видишь давай давай да нет не все везде поехали дальше главное перестраивайся так чтобы та машина которая за тобой ехала лайфхак лайфхак была дороже чем твоя поэтому ему побежать свою машину и он тебя пропустит давай давай едь не зимай мы думали мы одни едем оказывается народ поехал поехал на моря не только оттуда едут видишь и туда едут да это радует тебя или нет скажи честно ты хочешь было много людей на море да честно мы уже месяц отдохнули без людей мы теперь хотим людей нам скучно люди вы где пока не объявили новый карантин надо быстро ехать на море так это Каменске Каменске а нам еще до Мелитова да мы еще Васильевку не проехали а там морные бьют видел да ну все опять мы стали паузу нажмите поймем ну какие твои будут предположения давай поиграем выгул все равно сидим делать нечего как здесь что ты думаешь авария ремонт дороги я думаю ремонт дороги это из-за ремонта думаешь да такая пробка они должны получается сначала тех пропускают потом да или как ну потому что во первых только что до был ремонт дороги а тут видишь вроде как уже сделано хотя с другой стороны здесь а тут сделана дорога тут уже ремонт ну да Каменске село может быть авария сейчас подождите немножко и узнаем да ну да я надеюсь если мы тут наживать не будем опять места хорошие в принципе можно где-то палатку там поставить да пошла да решили перекусить давай здравствуйте здравствуйте это я здравствуйте это мы мы вернулись мы стоим в этой проволоке решили перекусить что же мы тут еще не перекусить что ты опять становишься не собой а если да когда случается камера становлюсь не собой мы тут музыку слушаем из другой машины ай держи лаваш прозрачный лаваш да а что ты не взяла курочка гусочка люди на тебя смотрят сзади ну что пускай смотрят они тоже кушать хотят иди так что когда пробка надо пользоваться чтобы потом правильно не терять время хлеб перекусить я хлеб не ем что-то закрутилось хлеба дома не ем прям в курочку всем приятного аппетита всем кто кушает ну в общем мы кушаем и едем и едем одной рукой держим курочку второй не ну мы успели по курочке и по яичку что-то там да нет там что-то серьезная штука как мы на ролик назовем как мы попали в пробку на сколько на час на два на три так как мы с трудом добрались неизвестно куда где эта пробка так самое интересное это вечер в воскресенье в воскресенье сейчас 17.23 казалось бы да а сколько людей едет оказывается да раз такие пробки а работники полиции стоят так тут пока не понятно может это первый поворот на бердянске а есть указатель а не серёга повалил сразу там после круга я помню там в кусты такой поворот все полицейские интересно что там такое неужели авария не дай бог но тогда если такая пробка тогда серьезная авария лучше просто ремонт дорог а не это ремонт дорог да ну это ж не полиция какая полиция а не полиция это просто дорожные работники ну так вот блин по пандос что они их делают сколько они их будут делать люди и так на море мало едут то есть поезда не ходят так они еще решили а вот видишь гоу стоит с табличкой гоу еще дальше ну уж попались да ну вряд ли это турки все и что оленей делать а ух ты по новому асфальту стоять не понял в смысле стоять кричит говорит ну да что вы делаете олени делаете по новому асфальту стоять по новому асфальту ааа они перекрыли они положили асфальт и никого не пускают и поэтому короче такая нереальная прохожа поехали а короче и частями да получается да подожди по новому асфальту а они обратно оттуда как едут по старому что ли тоже тут же ну не знаю ну смотри видишь так и что положили ну и что положили что теперь по ним ездить нельзя или что конечно нельзя он разойдется никогда ну сейчас нельзя какое-то время ну не зря что они перекрыли или просто так а зачем они тогда его положили сразу яма были даже как всегда идет дождь и кладут асфальту перевозят или ходят ого на гору смотри что там на горе стоит очередь аааа так это нам сразу там все ну вот так а так что с нами будете с нами офигеть там полная жопа мира поехали поехали ты успеешь куда поехали не успеешь ты короче там вот это все балка овраг как сказать и подъем аж на гору там тоже все стоят только это стоят по нашей стороне или по какой или по их а я не знаю или там две стороны ой 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 это поездки кастрюльки да короче вся машина кастрюльки ты брала да конечно печки газы из дома прям снял такую большую белую знаете шампура что еще там мы кстати в этом году еще не раз не ели шашлык стульчики маленькие скажите я любитель шашлыка и валера меня так подставил в вернянске взял и не взял мне шампура и мангал мангал бы я сама сделала а ну я покажу гору 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 на горе вот смотри он катает ты видел ты это снял на горе стоят видишь машины ух ты мусорная потому что мы долго стояли они наверное сейчас пока мы не проедем ладно вот делают так что имейте в виду мучаетесь тоже тоже мучаетесь с нами но не все так легко да не все так оказывается простоят оооооо вот это вот сейчас показываю гору да я увеличу а работников не надо показывать ой турки турки да да сзади турки точно смотрите блин я так покажу сейчас ой смотрите что творится а теперь обратно а теперь обратно и вот это как слышишь третьего турки все-таки не обманули только кто-то там писал какие турки ну вот только что вот только что были все ну я вижу по лицам но не не украинцы загорелые такие как-то изображаться кто-то смотрит домой тоже хорошо то не надо моргали предупреждали нас у нее да ладно там же гаишники ставили дорога расскажи дорога короче ты первые 200 километров час 40 пролетели нет даже меньше даже меньше потом сейчас 30 как всегда после новомосковска полу короче это мужа на полубе в мазались так блин уже под на выезде почти уже въезжая в запорожскую область блин уже там оставалось метров 100 и попали правой стороной нас на к раз подшипник может когда-то влетали там подшипник плохой надо его менять ну сказали так так я не слышу бах ну как раз гаишники на встречу ехали на них посмотрел и непонятно даже куда влетел почему тут катается так что там какой-то блин участок яйца покушал может и петушок был участок там ну сколько километров 40 надо ужасный блин просто никак не там что делают правда но как-то не делать непонятно или они на месте там сидят просто в кустах так чтобы знаете но все равно по ним поехали ну что это короче через города ехать мы не захотели а я позвонила людям сказала что мы будем через час ну да а шо они уедут куда перенесут жилье на них просто перед лишь бы ты приехала все равно сколько ты приедешь лишь бы не ночью потому что они спать хотят кстати не любят очень хозяева жилья когда вы ночью приезжаете да мы были сами свидетелями да поэтому старайтесь приезжать днем не катайтесь ночами блин ну смысле ночами катайтесь на приезжайте не ночью да нужно думать всем не только себе окажем поехали поехали после дуристов поснимать на эту машину нужно посмотреть это ждет наверно что туда для просто смотрит на людей точно едут просто просто вышла посмотреть столько людей мимо едет здравствуйте не знаю так то не такого видена мошка уже идет может родню может наверно каменске прямо как каменске так и что не понял не мы не едем ни сюда никто не едет все все приехали я представляю какая пробка вот мы сейчас заснимем пробку которая там же сбудет с моря люди едут в силе сколько там сейчас он красота море когда я раньше ехал на я кричал видео такие да в поезде когда мы я видел такие саде не поезд проезжал в мостами я море молит а еще не мы ты тоже качалам а мне молит нет сынок хочу не море и гиппорасы блях муха когда в море будет не волшебно только выключил волшебный двигатель только выключил выключать двигатель все едут выключать кушать на смотрите выключаем зажигание тишина надо экономить там еще то вылетели 140 160 ну по днепропетровской ой до днепрась харьков не продай получается спалили весь газ карман сионером конечно в харькове жара и деле или дотянули до запорожья да там еще не было я вообще не могу понять а что это такое в этом году за прикол уезжаем из бердянска бердянске тучки ветерок прохладненько думаешь красота приезжаем в харьков поскольку мы приехали в 78 жара 34 градуса воздуха нет дышать не даже самого там люди полями едут полями объезжают наверно может место все такие вообще охренеть слышишь только людей если кто-то там на регулировал что теперь не знаю разрубить эту тему может быть там же не потому что и те стоят и мы стоим там же регулирует не гаиш не где-то встретились да не могут разъехаться пока высохнет этот раз будем ждать пока весна осень зима на и мы по льду пойдем и там да а вот и что вам рассказать рассказать вам сказка какая сказка давай я вам обязательно расскажу когда нибудь а потом мы приехали да не нужен при все это нужно ставить на место валерка по улице анки ладно эти сказку рулят рулят в рулю в некотором царстве а именно в городе харькове жили-были три сестрицы но старик со старухами старшую звали анной вы ее знаете у нее с валерчиком канал на ю тубе кстати вы видели по интер недавно ездили на интер среднюю сестру звали мария кстати это родная сестра и третья сестра елизавета чуть-чуть она нас я думал выше сказать жила средняя сестры было 33 года 33 дня и 33 года как лей муромс команд она на печи с активом наверное моя сказка это моя обеща слушайте сказку в общем жили были три сестры про двух неинтересно ну что ты делаешь на себя направить про старшую вы все знаете про младше потом расскажу в общем средняя сестричка мария полюбила принца заморского по интернету азербайджанского моря да и такая любовь свершилась а что прилетел этот принц на ковре самолете в прошлом сентябре и такая любовь что мария вышла за него замуж что принц заморский не улетел на своем самолете и вот через девять месяцев у нее ради родился сыночек маленький такой маленький а принц заморский перед за неделю до родов уехал на заработки блин в город скадовск к черному морю и оставил мою сестру марию и поэтому валера оставил на попечение старший родственник уехал в общем принц на заработки а сестричка осталась в харькове вот-вот должна была родить в общем анька и валерка летят на своем драндулете надо волшебные рейку рулевую делать надо но мы все равно бросили все по этим не ровным и по этим не ровным или ровным дорогам и полям в общем прилетели успели волна и 18 июня в 13 05 аня стала тетей и лиза стала тетей у нас теперь есть племяшка маленький такой прикольненький час и засну сказки конец а пробка блины счастливы тут представляете как не сказка только начало началась так что принц родился до родился заморский принц такая сказка вот быстро быстро мало еще рассказать очень много про врачей но это следующий дать ну что-то никому не интересно кстати если интересно я кстати да когда мы ехали хотелось продумать спрошу буду будем ехать по дороге спрошу вам интересно чему с бердянска уехали я мы пламы что знали мы же мы просто не говорили такие вещи загадывать знаете нет но они позвонили мне смысле они там сорвались мы не у нас запланировано я тебя есть муж там есть наш папа родной который с нами обращается последние просто не планировали может вы может могли поехать просто в другое место в харьков могли бы не поехать так ладно так получилось что он как раз уехал заканчивается пока давай посмотрим если вам что-то интересное задавайте вопросы и я буду отвечать а тут же скач начинать сейчас я вам покажу короче вообще непонятно почему вот с этой стороны стоит машина мы поехали может вот они стоят здесь там да вот на встречу и они не едут и я не знаю что они ждут они ждут блин пока асфальт высохнет вон там видно вот стоят машины их не не пропускать мы стоим тоже ничего не понимаешь что происходит вообще люди блин едут и ждут держат номера им да все кто вот ишь мы как только начинаем говорить тут домой едет на работу не равно поскольку это он там на горе я вообще не понимаешь это васильев или чем у васильевку не проехали это просто цирк поиска не забрался она была бы все так это сейчас прием если кто-то тоже не забраться сейчас заглохнет там там и поселок это непонятно нет ой смотри этот чудак он грязный ну наверно хотел по кругу объехать люди ничего такие грустные сидят в машинах с моря сейчас мы чуть-чуть так повернем все вчера прощальный вечер может кто себя увидит кто-то себя он знает кто-то всегда днепропетровск запорожье а что мне только не тверно душу горло схватило сразу ну да мне вообще нельзя с ним получать смотри как весело сколько людей отдохнули надо было писать на мою камеру потому что у меня есть увеличилка я бы нажал сейчас кнопку каждый проходитель видел не себя можно с друзьями которые напротив картишки перекинуться да а как это мы оказались в этом ряду скажи мы ж два ряда было мы как-то одни остались а этот ряд раз смотрите стоят блин бедные люди и мы а мы не бедные типа да да мы хоть на море едем ого все творится мы хоть на море едем нам не так что творится как же они не успели сделать эти дороги потому что покажем что никто не поедет скажу да ну его нафиг так ехать так это надо показать сегодня кстати 21 июня все некоторые смотрите радуются а если кому-то плохо так и на границах что творится тоже знаешь на интересно как это сейчас время прикольно на людей смотреть хоть посмотреть кто отдыхал кто уже отдохнул вот как вас отдохнула смотрим на номера а харькова вам еще ехать и ехать и полтау тоже далеко ехать смотри как обзор обзор машин взор отдыхающих по номерам едем едем ребята едем ура едем едем не сглазить едем едем сзади если вы видели что сзади на за нами вот этом тоже вот что тут то и за нами куда вы приедете можете не ехать называть пишите в комментариях кто смотрит смотрит это видео и увидел себя и кто нас узнал да конечно да и смотрите на нас может кто нас узнает смотрят где-то я эту рожу да наверное бюрдянске бюрдянске бюрдянска многие же едут напишут комментариях а мы видели блин вы мимо проезжали он нас тоже снимают блогер шашлыки уже жарят краснопузики такие красно носики тихо не дёрнусь не дёрнусь не дёрнусь харьковчане днепропетровчане а мы с тобой такого же цвета только с другой стороны едем запорожцы а и мы загорелые едем тоже так вот мы и на гору добрались на гору добрались некоторых машин не в некоторых а почти в каждой второй женщины с рулем заметила точнее вы тоже могли заметить вы можете посмотреть женщина опять женщина а где мужчины мужчины отдыхают наверное договор был я везу туда ты везешь назад да ну мужчины наверное вчера прощайно вечером спорим поэтому идут хорошо когда жена умеет водить и права имеет а что ты считаешь меня меня не надо укачивать вот это вам контент я не понимаю что она дёргается по новому асфальту у некоторых течёт уже что то что серьезно потеплёт мгм 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 да тут короче несколько рядов да ну всё это а ну так они сами наверно наружили это вообще смотри три лет да кошмар такого я ещё честно не видел а им не видно надо чужой повернуть ну вот этот ослабь я сейчас как ослаблю своими ногтями у тебя и упадёт всё смотри сколько рядов стоит а поэтому мы не могли наверно проехать да потому что они все начали нарушать и полезли полезли было закрыто они заняли всё наверно блин полосу сутри полосу они по полям что то там едут блин сутри а вот только наверно туда про я в шоке ну правильно оттуда же больше едет людей с моря чем нас несчастных нет да 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 ребята а потом же им еще ехать еще ехать сколько там они будут потом за потом пробки будут создаваться они же когда поедут понимаете ой 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 как они это все разрули смотри сколько там с той стороны те которых наверно убрали здоровье ну а наши кнопки они-то домой едут а мы едут как ты думаешь тут наверное до самой Кирилловки пробка да? да какой Кирилловки мы еще до Мелитополя мы до Васильевки не доехали ты смотришь повороты даже на Бердянске было нет даааа ребята ты втёгивайся вот она веселуха вот такой у нас ремонт по украински ремонт ого и сколько ж это пробка засекай километраж получается из Кирилловки она началась а да там всё там труба а они вообще так а разрулили тут мы проехали уже 322 километра скажи мне они разрулили тут я не знаю офигеть это вообще это просто ужас хорошо что мы едем не в ту сторону а назад господи это вообще да нет это ужас смотри там же дети дети а в автобусах смотри ноутбусы машина в два ряда в три вау 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 вот они трассу сделали да ну как выложи чтоб все знали потому что люди ночью собираются на море тут что-то не сегодня надо склеить ролик и выложить срочная новость сейчас приедем и выложим что мы его с мобилки выложим ремонт дорог в Украине нереальная пробка на море не ехать или ехать на море можно ехать с моря не ехать они с моря не могут ехать какая разница они на море не пройдут это сейчас уже вечер воскресенье завтра рабочий день понедельник представь что здесь будет я не знаю что здесь будет мы уже едем слава богу блин а тут конца и края не будет поверь это же все ехали те кто утром свалил тот молодец называется или кто завтра решил понедельник почему воскресенье лучше в понедельник ехать смотри с утра ты еще даже не знаешь сколько она собиралась добро сколько она собиралась ну при нас же мы же почти там так ладно горло надеюсь ничего не будет давай включать а мы ехали показывали у вас смотрите сколько едет да блин ты туда заехал вот блин неужели мы пораскочили уже а? я не знаю мне кажется сейчас мы опять там не достанем я думал я думал блин это сегодня и не поселимся ее просто автобус вот кого жалко тоже да и в машинах не весит да как кого всех жалко чем то люди отличаются все эмоции женщины женщины они же даже они хоть представляют сколько там нет они думают что сколько их там ждет а тут еще нет это просто кто-то разворачивает завершает может кому то стало плохо о чем то воняет плохо кому то стало наверно ого ого вот прицел они сейчас смотрят на тебя тут какой и завидуют ну во первых ты на море едешь они смотрят я думала они просто завидуют что ты едешь ну да ну да и у нас еще такая дорога широкая да? у нас была пробка как раз я вообще это мне это вспомнилось мы два года назад на этого винника помнишь? это нереально да у винника это была фигня у нас уже ролик есть на канале а потом 30 км пробка на винник а здесь сколько а я засек было я тебе говорил 22 уже до этого больше 20 уже километров 15 там уже больше 320 а мы посмотрим мы сейчас посмотрим запомнила как из Каменского может какой-то сейчас населенный пункт увидишь что закончилось ну вот эти самые невезучие может везучие а вот поворот уже на бердянск да? нет не отправляется поворот орехи а ну вот до поворота на орехи вот почти вот поворот а можно погибнуть куда подожди а вот куда поворот в луговые аго ну вот до поворота на орехи сейчас будет пробка вот едут тоже люди они сейчас тоже будут становиться и будет пробка можно по карте посмотреть это Каменского это повороты на их логове нет, в Каменском уже мы стояли и до Каменского там чуть-чуть ну да, да, да ладно, поехали дальше, фух, слава богу повезло пока не совсем, правда мне нравится, смотри, люди, они селятся знал больше, его там ждет, да? полетит ну да, смотрите, вот это летят, летят куда вы летите, ну вот, знаешь не спеши все равно смотри, они все летят, они знают все будем в пробке да, друзья тут же нас на вареньках ну тут сделали дорогу, смотри ну да ладно, дорога тут пошла хорошая асфальтик, конечно, тут, да? вот это сейчас можно если бы они сделали такую дорогу, блин всю особенно вот этот участок между Харьковом и, точнее, Новомосковском, да, получается и Запорожской области это сказка будет на моря будут люди если по такой дороге летать просто каждый выходной если будут ездить ну что, направо, налево? ой, не знаю, еще не знаю сначала на лево поедешь на Азовское море попадешь на право на Черное море попадешь давай сначала еще на Азовское заедем, наверное проверим, да? мы там не везде были как там дела? да а потом, типа, едем на Черное обязательно поедем ну погнали тут и на Азов пока пускай еще подождет немножко Черное прогреется еще чуть-чуть прогреется прогретая ничего, ничего мы приедем скоро ну ладно мы пока по новой трассе покатаемся а то там дорога, говорят, такая на это не очень, да? похуже скотовская лазурная ну какая, смотрим вообще, говорят, там дорога они говорят, блин, бедные едут люди не знают, что их ждет сейчас там пробка впереди ну а может она сейчас блин, она там долго будет пекаться разруливаться они даже просто поедут они поедут в пробке понимаешь? ну конечно вот эта фура будет она все равно где-то там впереди опять кто-то притормозит и опять пробка на любом разъезде там и так все время это все слава богу что нету никакой аварии я же о чем тебе говорю там бы и вообще труба была что в любом случае может кто-то там заглохнуть кто-то, как ты говоришь бензин кончится а кто-то, газ кто-то, аккумулятор а-а-а да и что опа а тут что-то сузилось ладно Васильевка Велитополе наверное уже включимся дорога не перепричайтесь не перематывайте так поворот на Бердянск поворачиваем? нет блин были опять не поворачиваем дорога, короче, супер вообще новенькая да ладенькая без разметки да, в Вердянск написано 139 мы едем дальше нам дальше до Велитополя 57 ого ну нормально если такая дорога будет то супер что тут ехать сейчас 160 давим так давай 160 и все и посчитай за сколько мы доедем ну такая дорога пока изменится включимся кстати дорога по нашим как говорится украинским меркам хорошая была сейчас похуже что для и это что я хотел сказать обогнать не он не а можно можно обгонять только хотел сказать не обгонишь все едут на встречу люди умные до вечера посидели на море и вечерком по холодочку возвращаются правда конечно они еще не знают что их ждет впереди какая пробка но надеюсь все там рассосется так скоро мелитополь что ты молчишь все длинное видео получится ну и дорога тоже не короткая Аня пошла узнавать за черешню что-то людей мало наверное и черешня дорогая выезжаем с мелитополя по мелитополю ну хорошая дорога до мелитополя была тоже хорошая более-менее относительно как всегда переходила только что дорогу блин никто не останавливается два раза чуть не сбили кошмар вот уже выезд ну такие дела так что Таня ходит ничего не покупает наверное цены не такие как прошлые годы какие-то гонщики тут у нас катаются на квадроциклах так Аня все-таки прошлась вернулась к самым первым продавцам что-то тут ого там катаются дяди это или прокат какой-то или спортклуб так ждем сейчас придет расскажет а мы пока Ани нет будем делать кофе взял термос еще горячий о уже идет не успел кофе сделать аккуратно проходи смотри тут носит ого ты видишь как тут летать тут летчики космолетчики а я говорю говорю ого короче рассказываю помидор розовый по 20 кг так помидоры по 20 кг да так мало было больше я все забрала ну такая вот черешня такая не очень по 35 хорошо а человек так мало кстати ну уже время сколько смотри абрикос вот этот это надо показать он чуть-чуть уже мятенький но довезем она говорит но она дала не по 40 как у всех посмотри знаешь какой вкусный ну 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 по 15 вот этот целый кулек на 29 рублей супер аккуратно ложи кофе давай 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 показ а я забыл это сезон черешня наконец какая огромная красивая смотри какая одна да да класс сколько стоит вот это вот 50 гривен килограмм который у нас по 150 на 23 апреля в Харькове ну а что ты хотела еще в Мелитополе чтобы стоило как у нас в Харькове ну просто я думал ты вообще там ходишь что-то смотрю людей вообще нет а ну может вечер да уже ну там черешня кстати черешня это я повыбирала я понял все давай пьем кофе и погнали уже время у нас 15 минут восьмого да нам еще успеть надо на место назначения мы еще не знаем даже куда мы едем будем сейчас решать по дороге все давай так что это у нас поворот на Кирилловку поворачиваем ну остановись надо подумать в смысле подумать серьезно ну да взвесить все за и против ну давай подумаем 40 километров это же поворот да да это поворот где ты олень там ну что будем смотреть давай выключим будем думать до новых встреч продолжение следует продолжение следует